Ну а мы продолжаем. Следующий наш спикер Ратибор Секиров, управляющий партнер компании Aspirity, один из тех, у кого антикризисный план сработал и, вероятнее всего, он с нами поделится сегодня, как он это сделал. Спасибо. Нас не отвело. У нас 23 февраля прилетел мой партнер, приехал в США. Ну в смысле не планировал это сделать. Именно 23 февраля оно так сложилось. Проснулся после перелета и узнал новости. Поэтому у нас немного другая ситуация, про которую я сегодня расскажу. Когда скинул в чат в слаг нашу тему выступления, говорю, надо сделать анонс. Директор по маркетингу сказал, что анонс сделать не будет с такой темой. Когда будет тема про увеличение выручки, тогда будут делать анонсы. А это как бы такое себе достижение. Поэтому, а, кстати, щелкать буду я сам, да? Так. Поэтому начнем с хороших вещей, надеюсь. О, да, есть. Да. Расскажу про последние три года, как у нас в компании происходили. Я пришел чуть больше, чем три года назад в компанию, на пост директора. Получилось за это время достаточно хорошо прокачать выручку, прибыль. Мы закончили 21 год, почти пробили 100 миллионов рублей. С супер рентабельностью, там, на уровень 30%. Это хорошая рентабельность по рынку. И был, как бы я подготовил уже такой план роста на 23 год. Очень классный. Я хочу его распечатать, повесить на стену, чтобы смотреть на него и плакать. В общем, он был амбициозный и здоровский, но долго из-за этого пришлось от него отказываться. Месяца три где-то ушло на то, чтобы перейти к тому, чтобы уже принять реальность, которая у нас наступила. И, соответственно, начало июня 2022 года, какая ситуация, уже понятно, что у нас… Сейчас все будет. Доллар окончательно упал. Клиенты зарубежные наши, у нас 95% выручки было зарубежом. Они тоже сокращаются или уходят. И принимаю решение, что нужно вводить какой-то пакет антикризисных мер. Пока что не очень жесткие. У нас была хорошая рентабельность. Мы там не сильно просели. Поэтому пока такие мягкие меры в основном касаются больше всяких расходов, которые… Кроме фото. То есть фонд оплаты труда не трогаем, делаем что-то такое мягкое. Какая-то пятница, я все это объявил. И в понедельник утром просыпаюсь, приходит такое письмо счастья от нашего ключевого клиента, который нам принес полтора миллиона долларов выручки. Мне особенно понравилась эта фраза в конце. Она мало надежды оставляет на то, чтобы что-то исправить. Но мы все равно попытались, конечно, ничего не получилось. И, соответственно, понимаю, что будет все достаточно печально в ближайший месяц. И нужно вводить какие-то более серьезные меры. Нужно подумать, понять, что делать дальше. И в этот момент, конечно, жизнь становится сильно проще. У меня появился такой вместо всех моих планировщиков, задачников, появился листик, на котором я написал две колонки «увеличить доходы и снизить расходы». То есть когда такая ситуация, то, в принципе, думаешь о гораздо меньшем количестве вещей, чем думал раньше. И ввожу уже второй пакет мер, более таких жестких. Они уже касаются людей. Это всегда болезненно. И, конечно, возникает главный вопрос после всего этого, как удержать людей. И про это, в принципе, сегодня доклад. Потому что ввести антикризисные меры, что-то посчитать, каким образом тебе остаться на плаву, но это такая математика, наверное, плюс-минус несложно. Если интересно, потом расскажу, как я это считал и моделировал. Но главный вопрос про людей. И про это буду рассказывать. Значит, у нас были определенные вводные уже на тот момент. И нужно было что-то еще поменять, сделать. То есть какие у нас вводные были? Начну с этого. Значит, у нас уже была определенная HR-культура, которая базировалась на принципах. Я эти принципы всегда, когда в собеседованиях участвую, рассказываю кандидатам, проверяю, как они откликаются, не откликаются, как они реагируют. Это не какой-то, скажем, просто написали на HR-сайте нашем и забыли. То есть это реальные вещи, которые каким-то образом проявляются. Я руководствую всеми в принятии решений. Например, мы делим себя финансовой отчетностью с нашими сотрудниками. Это про открытость. Мы раз в квартал проводим такой формат прямой линии, когда нам заполняют большое количество всяких разных анонимных анкет. И там часто такие классные вопросы интересные. Я на них отвечаю потом для всей компании. Если, допустим, какие-то сложные решения, как вот эти были, я тоже обосновываю почему, показываю на цифрах, на примерах. То есть стараемся вот эту связь между руководством и сотрудниками сделать разрыва, чтобы не было. У нас очень много сил вкладывается в горизонтальные социальные связи. Это вообще отдельная фишка. Вот этот наш маскот, Кати Бор, его ребята называют. Я вообще к этому абсолютно никак не причастен. То есть просто какая-то инициативная группа собралась, подумали, что нам нужен маскот. Сами нарисовали, сделали и просто презентовали для всех. То есть это пример таких вещей, которые живут сами по себе. Я супер кайфую, когда что-то такое получается, стараюсь всячески это в компании пушить. То есть любые какие-то кружки по интересам появляются, митапы проводят, что-то еще. Я всегда выступаю таким спонсором этих начинаний, но не, скажем так, не инициирую их. То есть это что-то, что бурлит внутри и появляется. Это, мне кажется, суперважная часть. Комфорт. Комфорт – это вообще наше все. Комфорт – это не в плане удобное кресло и печенюшки. Это все такие базовые вещи, которые у всех есть. Неинтересно. Это про то, что если проект не нравится, мы будем менять. Причем не просто будем, скажем, что будем менять, а ничего не будем делать, потому что деньги приносишь. Реально будем менять. Были случаи, когда мы отказывались от проектов, потому что команде не нравилось работать с заказчиком. Были случаи, когда человек мог профессию поменять, хотя это экономически было нам абсолютно невыгодно. То есть он хорошо работает на своей позиции, QA, например, и он хочет пойти в project management. Но мы действительно много сил и времени в это вкладываем, и мне кажется, это работает, потому что вот эта забота, которую мы окружаем людей, наверное, ее сложно где-то еще получить на таком уровне. И мы в основном выращиваем. Мы работаем с университетом, Красноярский, Сибирский федеральный университет. У нас почти все сотрудники – это пришедших нам джунны когда-то. Почти на всех позициях, начиная от менеджерских, заканчивая инженерными. Это тоже формирует определенный фонд компании, потому что у ребят, во-первых, есть какая-то общая база университет. Во-вторых, все-таки мы их вырастили, и есть вот эта вот связь, что они пришли джунами, а сейчас уже крутые ребята, сеньоры, медлы. Что это нам дает? Это нам дает вот этот коэффициент, я, кстати, его посчитал в конференции, специально так не считаю, просто интересно было. Есть показатель такого удержания сотрудников 2 плюс лет, то есть тех, кто работает более 2 лет. Мы как кузница кадров, вы понимаете, мы берем джунов, выращиваем, они дорастают до медлов и, по идее, должны уезжать в Москву. Плюс-минус такое происходит. Они говорят, что это не бывает, но у нас получается больше половины таких удерживает. То есть люди работают больше, чем 2 года. Это значит, что… Мне кажется, вообще это основная задача любой такой IT-компании — удержать тех, кто сильный. Потому что вырастить, ну окей, можно настроить процессы, можно научиться нанимать топовых студентов, но вот это удержание — это самое сложное, потому что конкуренция потом начинается дикая. Мы отбиваем эти офферы 1,5-2x по зарплате. Я вообще… У меня позиция, что с компанией никто не уходит из-за денег. Я всем это и озвучиваю. То есть из-за денег никто от нас не уйдет. Если мы там что-то не можем дать тебе конкретное, с точки зрения развития какого-то проекта, чего-то еще, это окей. Но из-за денег никто не уходит. Мы всегда ведем переговоры, договариваемся, и часто вопрос оказывается не в деньгах. Мы не перебиваем офферы. Раньше это был Епам, у нас самые любимые мои ребята, которых предлагают какие-то космические вещи. Один раз мне в три раза больше оффер, чем у меня сотрудник получал. Он остался. Но в среднем я считаю, что если сотрудник ценит место, помимо зарплаты каким-то образом еще, то полтора разрыв с рынком – это адекватная цифра, потому что всегда найм, вот этот хантинг, он всегда дороже, чем текущая зарплата. Если сотрудник уходит, интересуется хотя бы зарплатой меньше полтора раза, значит ему почему-то у нас не нравится. Вот в целом такая история. Ну и текучесть кадров у нас тоже низкая. В общем, это все дает плоды. Плюс еще у нас есть собственные продукты. Это тоже важная штука, которая уже была. Мы за счет рентабельности достаточно часто выделяли ресурсы на то, чтобы развивать продукты свои. Это не просто продукты, которые, чтобы были, бенч позанимать, как бы они поработают, что-то сделают. Это реально успешные продукты. Вот один продукт – это админ панель. Одна из самых продаваемых в мире на реакте. Шаблон админ панели. Там больше, чем 2300 продаж у нас. И в принципе у нас туда и клиенты приходят, и продажи. И ребятам классно работают над чем-то, что имеет какой-то коммерческий успех. То есть это не в стол, грубо говоря, а продукты, которые продается, покупается, есть обратная связь и так далее. И второе – это helpmate. Это вот мы как раз начали в этом году его делать для улучшения процессов наших. Внутри, я думаю, что мы тоже будем его продавать в ближайшее время для других IT-компаний. Может, не только IT-компания, это такая ERP для автоматизации бизнес-процессов агентства. Это позволяло нам в моменты, когда ребята не заняты проектами, чтобы они не скучали, а занимались чем-то интересным, и нужным, и важным. В общем, это, мне кажется, тоже такая классная штука. Но этого недостаточно. Что нужно было делать? Как эти все меры нужно было реализовать, чтобы сохранить костяк, чтобы пройти этот тяжелый период? Самое важное, мне кажется, что я где-то прочитал, по-моему, на тот момент, или я не знаю, откуда это я узнал, что нужно определить core team. То есть, условно говоря, если ты просто введешь эти меры все и ничего не будешь делать, то, скорее всего, уйдут сильные, останутся слабые, как бы вся эта история, которую вы понимаете. То есть разные есть модели, там можно всем понизить зарплату одинаково, можно кого-то уволить самостоятельно и так далее. Здесь важно было определить core team. И core team определяло не только исходя из того, кто приносит деньги. Это, понятно, ключевой показатель. То есть странно было бы, чтобы в core team не входили те, кого мы продаем на проектах, можем продать в дальнейшем. Но был важный такой параметр, это те, кто не уйдут при сложностях. То есть я понимал, что кто-то уже сейчас шатается немножко. Мы общаемся, примерно представляем картину. Если мы еще будем проходить какие-то сложные периоды, то наверняка впереди будет не самая простая история, то есть высокая вероятность, что я сейчас откажусь от людей, которые, может быть, остались бы, но те, кого я оставил, они уйдут. Вот такой ситуации абсолютно не хотелось, поэтому этот параметр тоже я учитывал. Я его довыяснял, проводя one-to-one. И в целом этот момент хорошо прошел. По поводу еще некоторых важных вещей. До того, как объявлять какие-то жесткие антикризисные меры, я провел переговоры с ключевыми сотрудниками, объяснил им, получил какой-то фидбэк. Грубо говоря, подстелил себя в соломку, чтобы не было ситуации неприятной, когда для всех это новость, и какие-то пойдут бруления. В общем, это такой момент сглаживания этой информации. У меня была такая батарея one-to-one. Я в очень короткий промежуток времени провел больше 40 one-to-one. И со всеми разговаривал, спрашивал, что важно, что не важно, остаешься, не остаешься. То есть объяснял свою позицию, говорил, какие планы у меня на этого человека и так далее. Это было, наверное, самое важное, что можно было сделать. То есть не просто объявить публично и ждать, что произойдет, а включиться и активно это общение провести. Из интересного обнаружил, что, условно говоря, три месяца назад люди ходили с офферами, какими-то большими. И всегда такое ощущение в IT складывается, что если ты, не знаю, не дай бог что-то сотруднику скажешь не так, он завтра уйдет куда-то на зарплату в два раза больше. Такой у нас спрос огромный на специалистов и так далее. Но на практике оказалось, что людям не безразлично, где работать. Они готовы идти на встречу компаний. Это вообще для меня интересный опыт был. Готовы идти часто на снижение зарплаты, даже на временное какое-то. И в этом плане, я думаю, что если бы нет ситуации, я бы вообще много чего про бизнес не понимал, про нашу команду. И последнее, наверное, не самое… Точнее, одно из самых важных, конечно, был процесс продаж. Просто сейчас тематика HR, я меньше чуть его задеваю, этот процесс. Но, конечно, там были всякие активные переключения на рынок России. Мы набрали портфель проектов в России за короткий промежуток времени. Это было непросто, но как бы тоже все перешли в такую предпринимательскую фазу, активно включились в этот процесс и получилось набить необходимые проекты. Соответственно, в результате оказалось все лучше, чем мы ожидали. Мы почти не минусы нули в июле, немножко минусы нули, но незначительно. А в августе уже вышли на нашу привычную чистую прибыль больше 30%. Понятно, что я не могу сказать там все позади, все закончилось. Наверное, никто сейчас в России ничего не может сказать такого. Но выглядит так, что мы проскочили самый сложный момент и проскребли дном, идем вперед. 100% core team осталось в компании. Это, наверное, самый важный результат. То есть ровно так, как я задизайнил, так и случилось. Это, наверное, главный результат вот этих всех моментов был. То есть те, кого я хотел оставить в компании, они остались. Те, кто… Я предполагал, что в компании не будет оставаться, они не остались. Ну и получилось в полтора раза сократить расходы, хотя по количеству людей мы сократили всего на 15%. То есть это тоже там большая работа вот этого за кадром, которая была проделана. Соответственно, какие выводы? Важно, наверное, понять. У нас, как у всех, была подушка. Подушка была, причем, значительно достаточно. Там на полгода где-то подушка по деньгам. И был супербольшой соблазн ничего не делать. Ну, то есть подождать, что рассосется, начнутся продажи, все будет хорошо и так далее, и так далее. У компании в 2018 году был опыт, 2017-2018 год, кризис до меня еще. И там примерно так и сделали. То есть это был локальный кризис, там ушли просто два крупных клиента одновременно. Так и сделали. То есть ждали, что сейчас пойдут продажи, сейчас все наладится. У нас, как известно, циклы большие сделки, там три месяца. Сложно сделать сразу какие-то выводы, нужно подождать и все прочее. В итоге люди устали ждать, начали уходить сильные, как я и говорил. То есть эта история случилась. Вымывался кадровый состав. Проекты не приходили, сильные ушли, сложнее стало запускать новые проекты. И подушку за это время съели, стали залазить уже в какие-то кредиты и так далее. То есть эти последствия кризиса… Мы давно его прошли, когда компания была небольшая, там порядка 20 человек было, но тем не менее. Это не хотелось допускать второй раз. И здесь получилось, что мы подушку вообще не залазили. То есть мы ее использовали только для того, чтобы какие-то кассовые разрывы покрывать в моменте. Но она не уменьшилась за все эти колебания. И я думаю, что это важно, потому что, не знаю, там у всех разное настроение. Я жду еще, что будет жара в первом квартале, в смысле жара, холод, зима в первом квартале 23-го года, когда запустятся уже бюджеты, которые будут сверстаны на 23-й год с учетом информации, которая у нас сейчас есть. Потому что мы сейчас живем на бюджетах 22-го года, которые были в 21-м году утверждены. Мне кажется, это важно понимать и себя не тешить иллюзиями. Точнее как? Будет лучше? Окей, супер, порадуемся. Выплатим повышенные дивиденды и 13-е зарплаты. Будет хуже? Будем готовы. Быстро действовать. Понятно, что когда какие-то критические моменты, инициатива должна быть у тебя. Нужно быстро включиться, провести все свои решения в таком темпе вальса и получить какие-то результаты. Core Team про это говорил. Понятно, ключевая штука. Мотивирующие точки впереди, да. То есть говорить про то, что сейчас все плохо, сейчас все будет тяжело и так далее, это не прикольно. Прикольно говорить про то, что будет впереди. У нас было условие, в августе выйдем в прибыль, в сентябре сделаем классный корпоратив, привезем всех со всей России в Красноярск и погуляем. Мы это сделаем сейчас в сентябре. Следующая точка у нас там 13-е зарплата, если мы достигнем определенных результатов в четвертом квартале этого года. Следующая точка. Я хочу запустить в 2013 году опционную программу, потому что я думаю, что если у нас ребята, которые в компании остались, вкладываются и ей доверяют, и мы готовы долго работать, почему мы не можем работать в формате вот этого разделения долей, как в других агентствах, не знаю, юридических, какие-то консалтинги, это распространенная практика, войти почему-то редко происходит. Включаться самую, разговаривать, ну, понятная штука. Если постоянно не говорить, что происходит, какие результаты продаж, какие у нас проекты намечаются, какие пресейлы, то люди быстро стухают, этого нельзя отпускать. Вот. Наверное, это все. Хотел поделиться этим опытом. Спасибо вам. Готовы ответить на вопросы. Здравствуйте. Спасибо большое за ваше представление. Скажите, пожалуйста, на данный момент, какие специалисты востребованы в вашей компании? Ну, хороший вопрос. На данный момент мы еще находимся с привиленным бенчем небольшим. Вот. То есть сейчас, я думаю, что мы разморозим найм где-то в октябре. Если говорить про специалистов, которых нам не хватает, у нас сейчас очень много проектов стартует в октябре, и они начинаются все с discovery фазы. Мы уже говорили про аналитиков. Это прям в России, я понял, что это модная очень штука. Сначала все посчитать хорошо, потом делать. Не знаю, как получается на выходе. Мы работали всю жизнь в предоплату и time material, а тут все fixed price хотят, и сразу же все было известно на берегу. Ну вот этот опыт интересный сейчас проживаем. Так вот, аналитиков конкретно не хватает. Вот сейчас летел сюда и думал, где взять аналитика на проект, потому что надо стартовать, а стартовать некому. Вот. Аналитики в первую очередь, во вторую очередь, ну в целом люди, которые стартуют проекты, у нас сейчас в этом основная задача. То есть у нас есть уровень там middle, middle plus, который будет заниматься разработкой, архитектор, аналитики. Вот эти позиции пока, ну конкретно у нас не хватает. Но я думаю, что мы как-то будем активно выращивать, может быть, донаймем в октябре еще. Спасибо большое. Еще маленький вопрос. Вы очень много рассказывали про то, что из вашей компании из-за денег не уходит, вы всегда там идете на уступки. И вы также отметили, что от некоторых проектов вы отказываетесь, если команда не готова работать с данным заказчиком. Как при этом всем вы умудряетесь выходить в плюс? И вот даже в такое время, как вы сказали, что в августе вы вышли 36% прибыли? Уступки плохое слово, не люблю его. Мы не идем на уступки, мы переговоры ведем и договариваемся. Но если говорить про плюс, ну смотрите, я со всеми поговорил, когда one to one провел, разговор был примерно такой. Ребята, в ближайшие три месяца будет тяжело, хреново, скорее всего будут неинтересные проекты в том числе. Возможно, будут команды, с которыми вам не хочется работать, но мы сейчас это делаем временно для того, чтобы выйти в плюс. Если ты готов, ты остаешься. Не готов, не остаешься. Сохрежи мне сейчас или в течение недели. Простой разговор максимально. Если человек говорит, я точно остаюсь, окей, хорошо, на какие условия ты готов оставаться. Ну то есть такой абсолютно открытый, честный разговор. И я не скажу, что сейчас все проекты, которые у нас есть, они там, ну просто мечта поэта, как бы есть разные проекты. Мы не брали никогда раньше Outstaff. Сейчас есть Outstaff проекты, например. Я не говорю, что Outstaff плохо, просто наша компания привыкла работать на вот таких end-to-end проектах, когда мы там забираем какой-то модуль целиком делаем или полностью часть приложения. Вот. А здесь получается, мы кого-то отдали куда-то, он там сидит один, скучает, ему грустно, там какие-то непривычные процессы, там может, не дай бог, кто-то на него орет там или давит, вот, чего у нас нет, например, в компании. это все тяжело, но пока вот с этим справляемся, потому что, ну потому что надо, но я думаю, что будем пересобирать это все. То есть как бы мы в экстренном режиме набрали выручку, ключевые вещи выполнили, вышли прибыль, сейчас будем работать над качеством теперь вместо количества. Видим еще один вопросик. Хорошо, ваш на очереди. Добрый день, спасибо за ваш доклад, был очень интересный. А скажите, как в вашей компании продукты, проджекты повышают свою квалификацию? Продактов у нас, ну в таком чистом виде нет скорее. То есть у нас есть продакт-дизайнеры, они во многом занимаются, в том числе там и проектированием интерфейса. Если говорить про проджектов, ну как, мы оплачиваем там часть, всегда компенсируем у нас договоренность 50 на 50, профильные курсы, какие-то обучения, ну я думаю, что все-таки, я может быть не супер, меня все поддержат в этом мнении, но я думаю, что основой развития квалификации, это практика и какие-то амбициозные задачи. То есть можно там ходить по курсам бесконечно. Я не говорю, что не нужно ходить по курсам, у нас учатся ребята и так далее, но в первую очередь двигают какие-то новые проекты и просто количество жизненного опыта, который они проживают в этих проектах. А какие конкретно компетенции прокачивают вот с помощью этих курсов, практики? Ну с помощью практики, ладно, тут понятно, какие компетенции прокачиваются, а вот с помощью курсов на что обращают внимание? Я сейчас пытаюсь вспомнить, какие последние курсы со мной согласовывали. Я просто честно не супер погружаюсь в эти вещи. Опять же, это у нас такая немножко бирюзовая история. Если человек считает, что ему нужно, и он готов ложиться, половину заплатить, то я вторую половину заплачу. Мне не жалко. Просто конкретные компетенции… Project Manager – это менеджер. То есть это должен быть менеджер, должны быть управленческие компетенции. На курсах по Project Management, мне кажется, там часто как настроить жиру и так далее. То есть я не… Ну ладно, я утрирую ситуацию, но в целом вот менеджмент вас на курсах не научат. Вот менеджмент – это вот пройти кризис компании, да, какой-то там. А донести… Вот, супер история. У нас раньше, когда я пришел, было можно нанимать людей и устанавливать зарплату и не согласовываясь руководством. То есть вообще в проекте решили, что нужен разработчик, нанялись сами, сами решили, сколько платить. У меня немножко волосы дыбом стали, потому что квалификация людей не позволяла определить им, сколько вообще можно… Они не отвечали за прибыль на проекте. Была выручка, индикатор выручки прибыли не считали на проекте и нанимали людей. Вот, я это убрал. Сказал, вот вырастите, когда будете отвечать за прибыль, мы вернем эти вещи. Вот, но для этого, до того как нанимать, нужно еще научиться увольнять людей. Вот, и какое-то время назад люди начали увольнять людей. То есть, ну в смысле, вот это стали забирать с меня. Не так, что Ратибор у нас там кто-то плохо работает, поговори с ним, пожалуйста. Это вот детский сад, это не менеджмент. А так, что у меня проект не выполняется почему-то, я его, я хочу поменять человека. Сам поговорю с нему волю, сам пойду найму, буду отвечать за прибыль и так далее. То есть, вот, я к тому, что курсы в project management, я не знаю, где есть такие, которые учат конкретно менеджменту. То есть, управление проектом, это все-таки менеджмент в первую очередь, в моем понимании, как я хочу видеть работу менеджера. Я отвечаю на вопрос? Частично отвечаете на вопрос, да, вы абсолютно правы, что таких курсов нет. Вот, и менеджменту можно научиться только на практике, просто интересно послушать, как именно прокачивают менеджеры себя, своей компетенцией, вашей компании. Вот, и на что, в принципе, вы смотрите. Правильно ли я понимаю, что менеджеры у вас сами набирают команду в проект? То есть, ему дают проект, он идет и сам набирает команду. Или вы ему даете ресурсы? Ну, как бы частично. Есть присел-команда, которая стартует проекты. Они там в курсе, кто свободный, кто не свободный, кого лучше взять, кого не формируют. Ну, я не скажу, что я совсем не участвую, где-то в консультативном формате участвую, но в целом, как бы присел-команда, формируют, потом передают уже регулярному менеджеру через какое-то время. Понятно. Спасибо огромное. Здесь вот. Я хотел сказать спасибо за презу. Очень круто, что откровенно рассказываешь, показываешь. У меня вопрос про культуру в компании. Ты говорил, что у вас довольно домашняя атмосфера. Вопрос, как ее поддерживать? То есть, какие есть инструменты, чтобы эту домашность сохранять на масштабе? То есть, ну, лично понятно, ты общаешься, а как это на компании поддерживать консистентно? Ну, про масштаб я, наверное, не могу говорить. У нас там сейчас 40 человек, это не масштаб точно. Но есть амбиции расти в масштабе, и это такой будет челлендж, каким образом это поддерживать, когда я буду чуть-чуть отдаляться от всех. Я сейчас не с каждым общаюсь, у нас есть там сетка вантуанов, когда каждый человек должен быть за кем-то закреплен, и с ним должны периодически общаться, чтобы он там не стух, особенно на удаленке. То есть, мы до этого были офлайн-компанией, когда ушли на удаленку, это стало вообще отдельным челленджем, каким образом эта всю домашность, эту горизонтальную связь под прокачу, когда все сидят дома. Ну, здесь, кстати, Slack очень хорошо помогает, всякие там, тоже он своей жизнью живет, какие-то каналы, какие-то там, не знаю, смайлики, эмоции, реакции, которые появляются, вот ребята сами там это делают. Насчет домашней атмосферы, да мне кажется, tone of voice, то есть, каким образом мы общаемся, как мы общаемся с людьми, я общаюсь, ребята общаются, менеджеры другие, то есть, у нас по пятницам проходит такой стендап, мы как раз, идея была, чтобы заменить какое-то общение в офисе, по пятницам общаться неформально, там, подводить итоги недели, просто какие-то темы обсуждать разные, вот, не знаю, то есть, шутки, мемы, все это, вот это вот, все как бы присутствует. Но то есть, какого-то одного ноушена, где прописаны там наши ценности, там, наш анбординг, такого нету, да? В конфлюенс есть все это, но мне кажется, никто туда не ходит, честно говоря, смотреть, есть прописан, но по факту люди же из других источников информации черпают, они заходят в какой-нибудь чат, есть какие-то чаты, которые закрыты от руководства, я их не знаю, там, с матом или что, я не знаю, я знаю, что они есть, вот, но, то есть, кстати, интересно, я сейчас задумался, что там вообще, вот, но, то есть я к тому, что вот через всякие неформальные эти вещи, я слежу за тем, чтобы неформальные, в том числе, лидеры мнений в компании, они транслировали правильный посыл, и я очень это жестко контролирую, если я вижу какие-то отклонения, состоится серьезный разговор, на котором я донесу, какой образ мысли мы транслируем в компании, вот, вроде бы получается в этом плане. Спасибо большое. И последний вопрос на сегодня к спикеру. Спасибо. Здравствуйте, Ратибор. Спасибо за доклад. Интересно, почему считаете метрику 2 плюс года? Для компании, которую, как вы говорите, площадка для роста, как будто бы 2 года маловато с точки зрения retention. Ого. Ну, мне кажется, 2 года это круто на самом деле. Видимо, у нас разные понимания, сколько маловато, сколько не маловато. То есть, ну, на мой взгляд, люди дорастают. У нас, смотрите, я тогда, может, расскажу про цикл чуть-чуть. Где-то 3 месяца. Мы берем звездных джунов с университета. У нас там есть своя схема работы с преподавателями. То есть мы там глубоко в университете достаточно сидим и знаем, кто там крутой. Нам рекомендуют. Мы этих крутых ребят берем. Они достаточно быстро, где-то за 3-4 месяца выходят на коммерческие проекты. То есть мы быстро их доводим до кондиции, когда они выходят на коммерческие проекты. Где-то год они работают плюс-минус. То есть полтора-два года они проходят аттестацию на медла у нас. Аттестация на медла – это значит, что мы продаем как медла. То есть это ключевая история. Это не какие-то там тесты или, не знаю, еще что-то. Это конкретно продаем как медла. То есть он приносит деньги как мидл. Ну я считаю, что вот почему я 2 плюс сказал, потому что с момента, когда он стал медлом, он может пойти, условно говоря, принять любой другой оффер. То есть Джуну, наверное, тоже можно посложнее просто. Вот человек с опытом полтора-два года и продающийся как мидл с английским языком разговорным, он очень ликвидный. И удержать его в промежутке 2 плюс как раз и является ключевой задачей нашего HR. Спасибо. Продолжение следует...